Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 марта. И вот каждый год в это время, когда подрастает перчик и начинает, подходит пора пикировать его, как всегда возникают вопросы, нужно ли заглублять перец. Вот сейчас читала комментарии, и Светлана Горина, постоянная зрительница, пишет, томаты можно заглублять, а вот что сделать с вытянувшейся рассадой перца и баклажан? Их ведь нельзя заглублять по семи дольки. Вот я ей уже ответила, Света, с чего вы взяли, где вы вообще это прочитали, что их нельзя заглублять по семи дольки. Их можно заглублять, они образуют на своих стволиках прекрасно дополнительные корешки, и я который год уже бьюсь над этой темой, что почему-то многие, как у них стойкое такое мнение, что не образует перец дополнительные корни, или что его вообще вредно заглублять по семи дольки. Я всегда при пикировке делаю вот так, заглубляю по семи доли. И не я это придумала, я уже в прошлом году показывала. Сейчас, к сожалению, очень много, вот с развитием блогерства, очень много советов, которые не имеют под собой никакого основания. Я в прошлом году показывала прям справочник садовода-огородника, где прям схема для начинающих. Вот написано, пикировка семенца перца правильная, слева А и Б неправильная. И если мы посмотрим, то правильной пикировкой как раз считается, вот видите, вот семидолька, заглубление перца по семидольные листочки. А там, где вот этот стволик стоит голый до семидолей, от земли до семидолей, это считается неправильная. И я не знаю, где люди берут информацию, но я сама тоже видела один видеоролик, где говорят, что заглублять его опасно, что он или сгниет этот стебель, что он корней не образует. Перец наш, так же как томат, образует перцы, эти корни дополнительные. Особенно я вот этот лоток принесла, особенно вот при таких загущенных посевах, как я первый раз узнала, что перец прекрасно образует корни. Когда начала массово выращивать рассаду перца на продажу, когда начала сеять вот так густо, себе же мы так не сеем, а я вот так густо держу его очень долго, и тут мало проветривания, и вот он начинает, вероятно, ему и не хватает питания, и он начинает быстро-быстро наращивать корни на стебле, прям почти до самых семидолей, бородатые такие стоят. В прошлом году я все это показывала. Кому интересно посмотреть, как перец интенсивно, активно очень образует корни до семидольных листков, посмотрите прошлогодние видео. Так что Светлане и всем говорю, что не бойтесь заглублять перец, перец именно правильная посадка при пикировке, это заглубление до семидольного листа. Ну, конечно, я вот сейчас при поливе, грунт немножко осядет, и будет не по самые семидоли, но потом еще его можно и подсыпать, а некоторые умные, опытные садоводы, кто без пикировки выращивает, они его посеют, и потом постепенно землю подсыпают, подсыпают, подсыпают до самых семидолей. Но для чего люди все это делают? Конечно, для того, чтобы образовались дополнительные корешки, они же не глупые, не просто так же они делают. Так что вытянувшуюся рассаду перца тоже можно исправить пикировкой, именно заглублением по семидоли. Это не запрещено, но я не могу, конечно, всем говорить, что вот все именно так пикируете. Вы можете делать и не заглубляя пикировать, можете вообще выращивать без пикировки. Перец, он такой, как говорят, слово такой есть, такой пластичный, его можно и так, можно и так, можно заглублять, можно не заглублять, можно пикировать, можно не пикировать, но это не запрещено, и это ему не вредно. Все, до свидания. Продолжение следует...